Во многих российских регионах в этом году увеличены площади под посадку картофеля. Министерство сельского хозяйства выделило дополнительные средства на ускоренное развитие овощеводства. Конкуренция на рынке растет. В этих условиях важна координация действий производителей, поставщиков средств защиты растений и техники, поиск оптимальных технологий для повышения качества продукта и урожайности. Производитель техники для посадки и уборки картофеля «Гримми» и компания «Сингента» вместе с партнерами проводят одно из крупнейших в России отраслевых мероприятий «Картофельные технологии-2022», которое состоится 19 августа 2022 года на базе хозяйства «Жнива» в Арзамасском районе Нижегородской области. Картофельные технологии объединят лидеров картофельной индустрии и крупнейших участников рынка. Непосредственно в поле будут использованы все современные методы выращивания, защиты и уборки картофеля, чтобы продемонстрировать возможности как для повышения урожайности, так и для получения продукции отличного качества. Мы обсудим, как подобрать технологию в зависимости от климатической зоны и условий бизнеса, как снизить риски потери при выращивании, уборке и хранении. Вы сможете оценить новые достижения в селекции. С этой целью на площадке мероприятия мы высадили более 50 сортов картофеля. Подать заявку на участие в мероприятии можно уже сейчас. Это уникальный шанс познакомиться с новейшими решениями в области картофелеводства, встретиться с коллегами и обменяться опытом использования современных технологий. Директор «Жнива» Бреев Виктор Александрович, занимаясь картофелем 20 лет. Прошлый год, скажем, был аномальный, была засуха. Мы потеряли большой урожай, при засухе уборка была жесткая, качество тоже просело. Но мы стараемся компенсировать сортами разных семян. По сортам мы подбираем, и этот процесс очень долгий. Во-первых, урожайность, лёжкость, хранение. Что происходит с картофелем, когда в мае, в июне мы, какой процент идёт на мойке, какой отход, как она лежит. И это от выращивания и покупки семян до познания подходит нам для нашей Нижегородской области. Этот суд проходит 2-3 года. Важно не столько приносить доходность, как качество. Это хорошая техника, подготовлена земля и средства защиты растения, и плюс семена. Почему гримы? Потому что, ну, у них хорошая логистика, мы её можем быстро починить. Ну, и я думаю, что они первые своими технологиями. Всем удачи в их нелёгком труде. Всем от Сингенты до тех, кто работает на земле. Меня зовут Александр Николаев, и я являюсь региональным техническим экспертом компании Сингента. И сегодня здесь, 17 мая, на полях Нижегородской области, в хозяйстве Оужнива, мы закладываем основы нового проекта. Компания Сингента демонстрирует передовые продукты для защиты посадочного материала. Компания Грима демонстрирует прекрасную технику в виде картофелепосадочной машины. Ну, и, соответственно, семенные компании предоставили нам самые лучшие свои селекционные наработки в виде коллекции сортов. Мы очень долго думали над тем, какое хозяйство выбрать, и остановились на хозяйстве Жнива по нескольким причинам. Во-первых, мы работаем со Жнивой уже на протяжении, наверное, 10-12 лет. 90% техники с точки зрения производства картофеля – это техника компании Грима. Это хозяйство из года в год берет большие объемы удобрений от Фосагра. Поэтому я думаю, что нашим клиентам, которых мы будем приглашать, здесь будет очень интересно подсмотреть какие-то вот эти технологические решения, взять что-то для себя на вооружение. Могу с уверенностью сказать, что сезон 2022 года не будет простым. Те, кто серьезно отнесутся к производству картофеля в сезоне 2022 года, те, кто будут себе ставить планку не просто получения какой-то воловки, да, валового там урожая, а те, кто поставит себе планку получить хороший, качественный урожай. Вот у тех ребят будет хорошая рентабельность, и я думаю, что у них все получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!